Всем привет! Мы вышли с Евочкой погулять. Посмотрите, какие розы у нас у соседей тут распустились, красивые. А там на заднем фоне на заднем фоне мандаринки. Ева по-летнему уже так одета. Сегодня правда тепло. Как красиво. А вот тут, возле другого дома, посмотрите, какие цветочки. Ой, у нас такая весна красивая. Мы пришли в парк. У нас тут такой стол есть. Вот парк. А тут стол, да, можно поиграть. Посижу с вами. Вон, Ева. Ага, ну пусть, пусть. Не тропай. Сейчас папа к нам приедет после работы уже сюда. Мы ему сказали, где мы. Сегодня зашла, посмотрела. Так, было 900... Так, 14970 на канале. Не обращайте внимания. У меня какая-то... Какая-то ерунда. Большущая. Болит сильно. Вот. И зашла, посмотрю, было 14970. Сейчас 1925. 1925, по-моему. Да, 1925. Ну вот, почти за сутки вот такое количество людей отписались. Ну как-то, знаете, вот и... Ну думаю, ну 50, 60, 70 человек. Ну ладно. Своего рода такая проверка, что ли, прошла. На канале остались только те, кто действительно, кто любит смотреть наши видео. Вот. Как бы выяснились мотивы, что ли, людей. Ушли те, кому не нравилось, что мы свидетели. Может, что мы говорим, что мы едем на собрание. Я не знаю. Ну, в общем, я сказала, что если вас это беспокоит, то, пожалуйста. Ну вот, люди отписались. Вот. Может быть, отписались еще те, кто ожидали, что мы будем там с утра до вечера отвечать на вопросы. В общем, остались, остались 14925 человек нас. И те, кто, я так понимаю, кто любит смотреть наши видео, кому просто нравятся наши видео. И я очень довольна этим. Что, Евочка? Там секрет пришел. Секрет? Ой. А, секрет. Папа пришел. Виталик, иди сюда. Там секрет пришел. Ой, обнимашки. Такие сладкие. Не могу когда. Так люблю, когда. Обнимается. О, Виталик с кофе. Ой, этот звук тренажера. Как-то под видео, помню, я выписывала два вопроса. Я их не взяла с собой, но я помню. Я выписывала. Причем на конверт на какой-то записывала. Думаю, не потерять бы. Одна девушка спрашивала, что я работала, маникюр, педикюр делала, да, там, в России. И почему я здесь этим не занимаюсь? Почему не зарабатываю таким образом? Я в некоторых видео об этом говорила, но вот опять-таки, видите, новые приходят на канал люди, и, может быть, не смотрели те видео. Это по многим причинам. Во-первых, у меня очень сильно упало зрение, потому что настолько там, ну, понимаете, да, мелкая вот эта работа, вырисовывая, там, а заусенцы, это же нужно, чтобы человеку не повредить кожу, не порезать, не дай бог, да. То есть так нужно аккуратно все это делать. И вот это вот напряжение зрения, что вот настолько мелкие. Да, мне некоторые пишут, что за компьютером, типа, тоже, ну, работаю, но там нет такого мелких вот таких деталей. Ты смотришь в компьютер, да, я очень много за компьютером провожу время, очень много работаю, очень много смотрю всего, всякого материала, видеоматериала, читаю, и, собственно, да, это понятно. Но все-таки зрение больше у меня напрягается, когда я вот выполняю какую-то мелкую работу, такую ювелирную, можно сказать, это ювелирная работа, тонкая такая, чтобы не причинить вреда человеку, чтобы красиво сделать все, чтобы накрасить ровно, идеально. Это нужно прямо вот напрягать зрение. Вот. А вторая причина немаловажная, а тоже очень важная, что здесь нельзя работать без лицензии. Ну, нельзя. Ну, говорят, что попробуйте по своим. Не хочу даже по своим. Ну, не хочу я нарушать ничего. Ага, я видела. Вот. Не хочу я в этом участвовать. А так, чтобы работать легально, это нужно учиться здесь, дополнительные часы брать, то есть обучаться, не просто пойти сдать, а нужно обучиться. Некоторое количество часов нужно получить. Я не знаю точно, меня не спрашивайте, потому что я примерно так узнавала перед тем, как ехать, но я это не запомнила, потому что информация для меня сейчас не нужна, она ушла из моего этого. Вот. А второй, нужно учиться, да, а потом сдавать на английском языке экзамен, чтобы получить лицензию. Экзамен не так-то просто, как мне сказали сдать, кто сдавали его, не так-то просто. Я не знаю, как сдавали тут другие, которые работают непонятно как, когда мне говорили, что вообще делают плохо маникюр. Как они сдавали, я не знаю. Но, в общем, факт остается фактом, сдать непросто на английском языке этот экзамен. Вот. И это дорогостоящее очень обучение. Да, давай, давай, старайся, сильный будешь. Вот, на тренажерах. Вот мой ответ. Это дорогостоящее, долго времени занимает. И, если честно, не хочу я этим заниматься, надоело. Хочу все-таки зрение поберечь. Вот. А еще был вопрос в отношении, мне мужчина написал, расскажите подробнее про школу Михаила, как проходит, как это все происходит. Я не очень поняла, как, что и происходит. Я даже не знаю, как вы приходите. Если я во многих видео говорила об этом и в комментариях отвечала, что если у вас английский достаточно для того, чтобы пройти собеседование, если у вас есть тяга к этому, если вам нравится заниматься, это в основном тоже сидячая работа такая, за компьютером, искать ошибки. Если вы не против такой работы, то почему бы не попробовать. Вот. Что еще? Нужно, так, английский какой-никакой, но нужен английский. Вы должны, там все по обучению проходит на английском. Нужно знать основные навыки компьютера, ну, знать компьютер, вот, на уровне хорошего пользователя. Потому что все-таки, конечно, мы проходим сейчас там и JavaScript, какие-то, ну, такие азы, азы HTML. Сейчас мы этот Linux, Unix, ну, такие вот, мы все, много чего проходим, вот. Но этих знаний, вот для того, чтобы найти первую работу, достаточно. Дальше вы уже на работе можете совершенствоваться в какой-то из областей. Я не знаю, какая вам понравится уже. Мне напечатались мышцы. Ой, да, ты посмотри, какая мышечная уже. А если так? О, а тут вообще. Подрогай. Вау. Поподрогай. Иди еще на велосипеде на это, ножки подкачай. Вот это, как на лыжах-то. Я на нем качала ноги. Да? Ну, отлично. Тогда теперь можно покачаться на качели. Раз ты все упражнения сделала. Молодец. Так вот, можете попробовать себя, если вы чувствуете, что это ваше, что, в принципе. Для начала, если хотите, вы можете посмотреть все уроки на русском языке, выложенные в свободном доступе на сайте. Не все. Ну, не все, да, естественно. Но я имею в виду, что они на русском языке, общее такое представление профессии, вы можете получить. Вы посмотрите вообще, ваше это или не ваше. Естественно, там не все. То, что мы проходим, оно, естественно, это платная информация. Ну, даже из этого исходя, просто это малая часть. Даже то, что мы проходим, и даже те ребята, которые учатся фулл-тайм, они проходят малую часть. Потому что невозможно за такой сжатый срок охватить целую сферу IT-технологий, которая тоже там делится на несколько категорий. Да, я согласна. Но речь идет о том, чтобы человеку определиться, правда? Да. Чтобы определиться, достаточно посмотреть 10... Тестирование мобильных приложений, либо это... С чего-то нужно начать, правда? Вот с чего начать. Можно посмотреть 10 уроков на русском языке. Портнов.com, по-моему, слэш ру, вот так. Ну, в общем, можно просто ввести обычный запрос там школы Портнова на русском языке. Я не знаю, в любом случае оно выйдет с самых первых. Вы сможете это легко найти. А если уж не сможете даже этого найти, то я не знаю, как тогда учиться на такой профессии. Мне кофе, Виталик. Загорел. Так вот. Можете попробовать с этого начать. Потом, если вам понравится, посмотрите еще какие-то дополнительные уроки. Много у Михаила, у Яны есть выложенных видео. У Михаила Портнова есть второй канал. Он такой более профессиональный. Выкладывает видео, относящиеся к теме вот этой профессии. Вот. Посмотрите что-то. А потом уже определитесь для себя, учиться вам, не учиться. Насчет цен очень много спрашивают почему-то, насчет сколько это стоит. Это так элементарно найти. Это пару кликов вообще в интернете. Зайти на сайт portnov.com. Ой, белки, что творят? Portnov.com, по-моему, так. Да, ну это тоже несложно найти. Школа Портнова, там Portnov Computer School английскими буквами заведите. Вы всегда выйдете на его сайт. Вот этот сайт, который на английском языке, прокрутите вниз, и вы увидите все цены. Там есть разного рода классы, вечерние, дневные. Вот мы учимся, у нас класс Flex называется. Там часы, спрашивают, в какое время учиться. Там тоже вся информация есть. Со скольки до скольки курсы длятся, по каким дням. Даже есть, когда начинает, стартует вот этот данный курс. И сколько он стоит. Вся информация есть на сайте. Вот не знаю, что еще вам рассказать. Все вроде бы, вот какие критерии. Знание компьютера хорошее, знание компьютера. Английский язык более-менее нормальный. Чтобы вы могли понимать, что происходит на уроке, чтобы вы могли отвечать и что-то сформулировать в свою мысль. Как бы там кто что ни говорил, что нужно там это на первых этапах, чтобы найти работу, не нужно супер-пупер иметь знание программиста там или еще кого-то. Если бы вы знали программиста, вы бы работали программистом. А для тестировщика мы уже столкнулись с этим, поговорили со многими людьми. Для того, чтобы, кстати, вот одни, которые нам посоветовали работу, первую, на которую мы подавали резюме, вот, там она сказала, говорит, Лена, вот если я тебе расскажу, что мы там делаем, ты поймешь, что ты там, вот ты готова. Мы, говорит, три приложения, три разного типа. Маленькое, большое. Сейчас уже понятно, что за этот. Ну ладно. В общем, просто сравниваешь размер, как данное, допустим, приложение смотрится, работает, функционирует на разных размерах. То есть на маленьком, на покрупнее и на большом. Ты просто смотришь соответствие, либо ищешь несоответствие. Вот и все. То есть на данном этапе никаких программирований, ничего. Уже будучи там, на работе, вы всему сможете научиться более так профессионально, профессионально, вы сможете научиться. А куда Ева с Виталиком делись? Так что, как Михаил делает упор, главное найти первую работу, зацепиться, просунуть, как говорится, ногу туда. И не только Михаила, все, кто вот так с чего-то начинали, они все говорят, главное, найдите первую работу, на работе вы уже увидите вот ту стезю, по которой вы будете дальше развиваться. Но вы должны понимать, ваше это или не ваше. Готовы ли сидеть за компьютером? Может, вы такой настолько подвижный человек, что вы не усидчивы, то это, конечно же, может быть, это не ваше. В общем, вам нужно самим определиться, поискать сначала информацию, посмотреть, что это за профессия. Если вы в состоянии это найти, эту информацию проанализировать, то, пожалуйста, дальше двигайтесь. Пойду Виталика с Евой искать. Виталик с Евой позвонила, сейчас пошли за велосипедом. Вот. И еще что, какие новости вам рассказать-то, что у нас тут происходит? Пока нам никто не ответил, но я посмотрела многих, кто искали работу. В принципе, это нормально, это даже более чем нормально. Искать работу какое-то время, не прям с первого раза подали, и тут тебя прям с распростертыми объятиями, все, да, давайте, да, приходите к нам, нет, лучше к нам. Но это нормальный процесс. Мы все понимаем, мы взрослые люди, и понимаем, что это нужно какое-то время, и нужно усилие. Но мы продолжаем учиться. Сегодня понедельник, у нас снова тоже уроки. В прошлый раз Дэвид нам преподавал, в пятницу у нас было нагрузочное тестирование, мы проходили. Я еще дома смотрела и на русском, и на английском, вот это все. Ну, больше, конечно, вот сравнивать, например, как мы учимся, у нас есть там несколько, я же говорила, из Индии людей, вот, и Америка, нет, эти уже не ходят, ладно. Ну, в общем, когда мы, а, когда мы сдавали тесты, они еще были. Так вот, и мы удивились, я говорю, мы сдаем тест, пишем все. И самые первые пошли сдавать вот эти свои ответы уже, свои листочки. Я смотрю такие, какие молодцы, говорю, так быстро ответили, Виталику шепчу. Он такой, так что ты, Лена, хочешь? У них, говорит, родной язык, английский. Они очень быстро поняли вопрос, очень быстро сформулировали, написали очень быстро. А для нас это время, это дольше. И поэтому какой-то вопрос, какой-то урок мы, придя домой, еще разбираем, разбираем. Вот так вот у нас происходит, чтобы лучше его усвоить, лучше понять. Вот. Виталик сейчас, так как, ну, мы же еще в тестировании не работаем, мы еще только начали этот процесс поиску работы и заканчиваем обучение, то есть продолжаем, вернее, обучение, то вот работаем на обычных работах. Вы знаете, мы на Дордаш работали, на лифт немножко. Вот. И сейчас так получилось, что вот с нашего собрания друг предложил Виталику, у него там уехали двое человек в отпуск, что ли. Они у него работали, и он Виталика пригласил на кондиционеры. В общем, на две недели. Виталик поработает на кондиционерах, для него это привычная работа, он хорошо в этом разбирается, и вот, и тому хорошо, и нам хорошо. В общем, Виталик пристроен на две недели вот тут. И сейчас сезон такой хороший начался, в общем, все у нас вроде более-менее нормально, налаживается. Но сегодня первый день он вышел. Вот. А там еще лучше будет, надеюсь. Надеюсь, мы когда-нибудь строимся по профессии тестировщик, будем работать в IT. Вот такие новости. Пока вот так. Пока вот все. Сегодня так смеялись с утра. Это все в силу того, что мы вот загружены, и мы настолько, видимо, вот мозг наш кипит, голова квадратная, мы сегодня встали с утра, понедельник же, ну, как же. Встали, Ева покормили, одели, обули, собрали в школу, собрали этот ланчбокс. Виталик повез ее, а мы же еще отвозим девочку нашу, соседку. Говорит, не приходит, а не приходит. Я звоню маме, говорю, что такое? Она не берет трубку, пишу, она не отвечает. Думаю, ну ладно, странно, ну, езжайте. Думаю, мало ли заболели, да спят. Говорит, Виталик приезжает, звонит мне. Говорит, а на парковке, говорит, ни одной машины. Я говорю, как ни одной машины? И такая судорожно вспоминаю, думаю, что случилось? Почему? Что такое? Армагеддон, что ли, прошел? Такая, а потом такая, каникулы, каникулы, Виталик, возвращайтесь обратно. Ой, и Ева, ни я, ни Виталик, никто не вспомнил, что с сегодняшнего дня каникулы в школе. В общем, Ева у нас целыми днями дома. Теперь я с Евой дома, потому что, ну, естественно, мне ее не на кого ставить. Виталик сейчас, с сегодняшнего дня, он забирает машину и на целый день уезжает на этой машине работать. Он ее, конечно, не эксплуатирует там, ну, она стоит, но я остаюсь с Евой без машины. Благо, что у нас все магазины, все рядом, парк рядом. Вот, не особо она нам так-то и нужна, но я зарабатывать сейчас не могу, Ева целыми днями со мной. Вот, еще одни новости. Каникулы школьные у нас. Ну, странно, что сегодня на площадке, несмотря на то, что каникулы, одни представители из Китая, вот все из Китая, никого русских. Обычно, уже вы знаете, мы приходим в парк, одни русские, а сегодня нет русских вообще русскоговорящих. Вот все из Китая, все, абсолютно. А, нет, вот из Индии один. Такие у них головные уборы национальные, я не знаю, как называется. Вот, это, видимо, дедушка с внуком. И все. Хоть и каникулы, а не знаю, куда-то, может, разъехались все русскоговорящие, куда-то отдыхать на неделю. Кого я там заблокировала, не обижайтесь, пожалуйста. Просто, знаете, вот есть некоторые вещи, которые человек не приемлет. Вот ни в каком виде, никак. Вот у меня есть такие тоже тараканы в голове. Я не люблю, я терпеть не могу, когда со мной разговаривают, как будто я ребенок маленький. Не на равных, как будто я со взрослым человеком, а, знаете, когда начинают высокомерно заявлять, что вот человек самый умный, самый, вот его мнение, и вот он прожил здесь, в Америке столько, и вот именно только поэтому, вот только поэтому он знает какую-то тему лучше, чем другие. И нисколько не задумывается, что другие могут тоже что-то знать, и у других можно тоже послушать. И у других может другое мнение быть. Просто другое мнение. Вот и все. Нет навязывания вот этого мнения и разговор в таком тоне, что как будто бы, знаете, все дураки, а я один умный, я вот этого не приемлю никогда. И я не позволю разговаривать ни со мной, ни с моим мужем, ни с кем бы то, с моими друзьями, с моими подписчиками. Это кунтони, как будто бы, знаешь, они все дураки, вот все глупые, а вот я один умный. Вот таких выскочек, которые не считаются с чужим мнением, которые все время всех поучают, всех воспитывают, всех учат, знаете, как будто все глупые дети малые. Вот, не знаю, работайте тогда учителями, я не знаю, в школе, зачем взрослых людей учить жизни, я не люблю этого и не позволю. Извините, не хочу. Когда со мной разговаривают, вы подумайте, а вот этот, и когда учат жизни, как нужно было поступить, нет, нужно было так, нужно было сюда идти, нет, не надо было. Я никого не спрашиваю, как мне жить, никого. Если я спрашиваю совета, спасибо, бывают советы очень ценные, я очень ценю отношения. Если человек, вот мы, допустим, выбрали свою эстезю, и человек что-то советует, как лучше добиться этого, то, что мы выбрали. Я очень ценю, что поучить, где посмотреть, я так ценю эти. Вот у нас есть Спартак, привет большой, Спартак, Спартак, вот он мне все время кидает какие-то ссылки, какие-то видео, какие-то столько всего, вот мы очень благодарны. И еще есть такие, он просто всех не перечислил, много кто делится информацией, я очень благодарна, очень благодарна таким советам. Но когда человек начинает возвышаться, что вы тут, вообще тут муравьи какие-то там, я не знаю, вот, а я такой вот герой, и начинает занижать, унижать, что вы бестолковые, вы глупые, а я умный, слушайте меня, вот такого рода я не приемлю. Это, мне неприятно, с такими людьми иметь вообще, что-то общее, и общаться с такими людьми неприятно. Кстати, ответ тоже на один комментарий, вот какой. Человек утверждал, что работодатель, как еще посмотрит на так себе английский, типа, что если ты маломальский, можешь что-то сказать, выразить свою мысль, я вот так сказала, что можешь выразить, если свою мысль, как-то, например, ну, с простыми словами я имела в виду, то ты можешь идти, попробовать устраиваться на работу, потому что это правда, это правда, я увидел много таких примеров вокруг меня. Вот. Человек пишет, как еще работодатель посмотрит на твой такой так себе английский. Так вот, вокруг нас много людей, устроившихся, с очень слабым английским. И что бы вы ни говорили, там, смотрите на одних, смотрите на других, да, я буду смотреть на эти примеры, потому что я о них говорю, я их вижу, и я буду о них говорить. Примеры такие есть. И не обязательно нужно быть идеальным, с идеальным английским, чтобы устроиться на такого рода работу. Люди разные бывают, люди разные находят работу. Бывает вообще, у меня, в пример, в Сан-Диего устроился чертежником, чертежником работать, вообще, можно сказать, с никаким английским. И когда вот у него одно спрашивали, второе его спрашивали, и он такой говорил, говорил, что он, ну, что он выучил там, ответы на вопросы, на которые обычно задают, которые обычно задают. И потом, когда ему, ну, вроде бы, нам пришлось там что-то говорить еще сверх того, что он выучил, он просто сказал, вы знаете, я все хорошо понимаю, я вас очень хорошо понимаю, что вы говорите, но я не могу так выразить свою мысль, может быть красиво, как вы это можете, мне не такой английский, как ваш, но моего английского достаточно, чтобы я хорошо выполнял свою работу. Я вас понимаю. И вот он, и к нему уважение, понимаете, его взяли на работу. Он работает в даунтаун, в Сан-Диего, чертежником. Это первая его работа, с никаким английским. И до сих пор он там работает, и ценит его. Вчера не договорила, потому что нужно было уже идти нам учиться в школу Михаила. А сейчас я закончу свою мысль. В общем, учить английский язык безусловно нужно, конечно нужно. Если у вас есть такая возможность, начните ее учить, начните учить язык английский до приезда. В своей стране еще учите. Но если так случилось, что вы приехали, и такой у вас английский не очень хороший еще. Вы продолжайте его учить здесь, но это не значит, что вам не нужно пытаться найти себя, найти профессию. Это не значит, что вы не должны что-то делать. Даже со своим английским, если вы чувствуете, что вы сможете понимать, вы начинаете учиться уже, начинаете подготавливать себя к новой профессии, или к тому, кем бы вы хотели здесь быть и на какой работе работать. То есть пытайтесь в любом случае пытайтесь найти работу, какой бы у вас английский не был. Это же не значит, что вам скажут, ой, у вас такой ужасный английский, и сидите дома. Люди даже наоборот выходят работать, чтобы подтянуть этот английский. На работе он хорошо подтягивается. Поэтому не слушайте там, кто вам говорит, что работодатель вас не возьмет из-за вашего английского. Стучащему, как говорится, отворят. Стучитесь и вам откроют. Пробуйте, пробуйте, старайтесь. Бывает даже, интересно так бывает, что непонятно, по каким причинам человека берут. Вот непонятно. Просто бывает, человек понравился. Вот человек, как человек, вот хороший, понимаете, его хочется взять. Даже если у него английский не очень хороший, даже если у него навыки не такие прям сильные. Но человек понравился, и его берут. Вчера нам учительница говорила, историю рассказала, говорит, троих хотели взять. Троих послушали, и я уже, говорит, отказали двоим, говорит, и я отправила еще одного, давай, говорит, причешись, волосы прилежи, и иди. И я, говорит, ну вижу примерно, кто может быть. И тех не взяли, хотя я первых тех отправила, хотя они такие умницы, так хорошо занимались. И вот этого, говорит, отправила, говорит, еще одного. И ему дали, говорит, ну его взяли. На практику, да, Виталик, по-моему? На практику, да. И его взяли. И, говорит, и он сам не понимает, почему его взяли. И, говорит, на платную практику его взяли. Говорит, за что мне, говорит, деньги платят? Я, говорит, там сижу, говорит, ничего не понимаю, ничего. Там все на Линуксе. А я, говорит, Линукс-то занятие, говорит, еще пропустила одно. И, говорит, ничего, говорит, не понимаю, ничегошеньки. И там проходит несколько дней, там неделя, говорит, все, говорит, я влился, я понял. Я, говорит, разобрался, и я себя чувствую как в своей тарелке, то есть в любом случае это стресс, первый день на работе, второй день на работе, тебе нужно привыкнуть к команде, привыкнуть к тому, как это устроен весь этот процесс, это естественно что понятно, что происходит что вокруг говорят, что это как дальше жить то это должно пройти время, человек должен привыкнуть к этому вот, и бывает даже дело не в супер-пупер бывает хороший английский, человек специалист, а вот не хотят его брать по каким-то причинам, и все а бывает человек и ни того, ни другое особо, но его берут и он свои знания и навыки, и английский в том числе повышает уже на работе вот по-разному бывает, поэтому не нужно опускать руки, нужно всегда стараться, всегда идти вперед снова меняем масло вот такие два телевизора с помощью которых можно посмотреть, что там делается, в общем что нам там делают внизу ну там особо ничего не разглядишь но так, видимо для успокоения что нам тут еще, Виталик ну я смотрю, вот он амывалкон, да, залил амывалку залил вот что нам сделали и стоило, это 59 долларов нам сказали, но так как увидели, что у нас лифт и убер вот, значки, да что мы работаем на лифт и убер нам сделали скидку ой, 59, да, сначала сказали потом, видите, 54 тотал получилось общая сумма и вот что нам сделали поменяли масло фильтр и так далее в общем, можете сами видеть тут то, что в порядке, ок, да? да а то, что добавлено и есть, это значит они сделали вот это ой, не знаю, увидите вы или нет в общем, 9 минут называется вот так называется 9 минут ну, даже скидку сделали хоть копеечную все равно приятно 5 баксов, да, приятно ну вот, наверное, будем с вами сегодня прощаться сегодня вечером у нас вечеря воспоминания это такое ежегодное событие ну вот вот уж, вот уж да и все пока-пока Google Maps я не знаю, Google Maps ли там Street View написано Google Street View